Донбасс Донбасс Гуманитарная колонна из России снова начала движение. Российский гуманитарный конвой провел ночь на территории авиабазы под Воронежем. На ночлег остановились как минимум 100 белых КАМАЗов. Где в настоящее время находятся остальные 150 грузовых автомобилей, первоначально находившиеся в колонии, не сообщается. Скорее всего, они в Ростовской области, граничище с Луганской. Вероятно, конвой разбился на несколько колонн и собирается пересекать границу в пограничном пункте Зварина. Так, грузовики с гуманитарной помощью сразу же попадут на территорию, которую контролируют сепаратисты. Напомню, Украина согласна принять груз только при условии, что его будут сопровождать на территории нашей страны представители Красного Креста. В самой международной организации заявляют, что не контролируют груз и не могут ничего сказать о передвижении грузовиков и о их содержании, так как их представителей в составе колонны нет. Предоставление России гуманитарной помощи Украине – это ловушка, а так считают представители многих стран. Об этом заявил замглава администрации президента Валерий Чалы. Отказ принять гуманитарную помощь от Российской Федерации может привести к началу полномасштабного конфликта. Следствие любая помощь войдет совсем по-другому, под видом так называемых миротворцев и вооруженного конво, отметил Валерий Чалы. И добавил перечень стран, которые будут оказывать помощь Донбассу, определял Международный комитет Красного Креста. В рамках же международного права не принято блокировать предоставление гуманитарной помощи, даже если страна сама может обеспечить такого рода поддержку, подчеркнул Валерий Чалы. Верховная Рада снова отказалась менять избирательное законодательство. Ни один из предложенных законопроектов не нашел поддержки у депутатов даже для включения в повестку дня. Среди результативных решений нардепов изменения к закону о прокуратуре, а именно в работе военных прокуратур. С нами на связи с парламента наш корреспондент Оксана Прыжко. Оксана, здравствуй. Расскажи подробнее о работе народных депутатов сегодня. Здравствуй, Катя. Сейчас депутаты удалились на получасовой перерыв, где и до сих пор пребывают. И ушли они на перерыв именно для консультации по так называемым избирательным законопроектам, которые до этого опять провалили и ни один не включили в повестку дня. Среди двух законопроектов один более радикальный предлагает кардинально изменить избирательную систему парламента, смешанную на пропорциональную с открытыми списками. Другой предлагает изменить, упростить некоторые процедурные вопросы, в частности сократить бюджетно-избирательную кампанию, а также сроки самой избирательной кампании. В общем-то, депутаты до сих пор консультируются, очевидно, вернутся к рассмотрению этим законопроектам и включению их в повестку дня после перерыва. К какому консенсусу придут и придут ли вообще, посмотрим. Ну, а тем временем, всего же до перерыва депутаты успели принять всего один закон. Это изменение в закон о прокуратуре, которым, как ты и сказала, Кать, возобновляется институт военных прокуроров, который будет следить за правопорядком среди военных в оборонной отрасли. Также пресекать преступные приказы некоторых командиров, пресекать предательство, разбазаривание военной техники. Этот законопроект депутаты проголосовали за него большинством голосов, отдали 249 голосов. Почему именно? Предлагаю аргументы послушать в следующем синхроне. При действующей системе прокурор не имеет возможности находиться в зоне проведения военных или антитеррористических действий. Поэтому рассмотрение деяния отдельных военных руководителей на местах, которые имеют признаки военного преступления, отдающие иногда преступные приказы, халатности или измены, откладывается на долгий термин. Однозначно охрану правопрятка в военной области должны осуществлять профильные специалисты, на которых, кроме понимания военного дела, накладываются особые обязанности и права. Тем временем под стенами парламента продолжаются активные многочисленные митинги с главным требованием в люстрации в рядах власти. Соответствующий законопроект есть в порядке на рассмотрении в Верховном Совете. В общем-то, депутаты в самом начале предлагали перенести его рассмотрение на начало. Впрочем, спикер парламента Александр Турчинов возразил тем, что в порядке дня все законопроекты очень важны. Это и на поддержку армии, и на борьбу с терроризмом. Поэтому пообещал обязательно вернуться к включению законопроекта о люстрации, но это будет немножко попозже. Прошу послушать спикера парламента. Я гарантирую всем присутствующим в зале, что сегодня Верховная Рада обязательно рассмотрит закон о люстрации. Точка. Ну вот такое обещание от спикера. Тем временем народные депутаты до сих пор на перерыве, и мы ждем новостей от них. Кать. Что ж, выполнил ли Турчинов свое обещание, мы узнаем уже в ближайших выпусках. Спасибо Оксане. Оксана Прыжко была с нами на связи из парламента. Национальная валюта продолжает укрепляться. На открытии торгов доллар упал на 10 копеек по сравнению со вчерашним закрытием. Межбанковские котировки составили 12,95 и 13 гривен 4 копейки за 1 доллар. Границу Украины с Россией необходимо обустроить должным образом. Ведь в будущем это станет граничная зона ЕС, отметил вице-премьер-министр Украины Владимир Грой. По его словам, Европейская техническая миссия оценит масштаб работ по обустройству границы Украины с Федерацией. На участке не будет стены, но возможно будут ограждения, рвы, электроника, системы сигнализации, предотвращение проникновения, подчеркнул вице-премьер-министр. Все блокпосты по периметру зоны АТО оборудуют видеокамерами. Кроме этого, силовики собираются создать электронную базу номеров автомобилей, покидающих зону АТО. Видео-слежение поможет усилить контроль за перемещением оружия, боеприпасов и других запрещенных предметов, а также обеспечение прав граждан во время проведения досмотра транспортных средств в избежании конфликтных ситуаций, отмечает советник главы МВД Антон Гераченко. Разведка АТО выявила более 600 боевиков и танки в поселке Рассыпной Донецкой области. В пресс-центре АТО подтвердили освобождение села Горное возле Первомайска. А вот информацию о якобы тяжелом ранении главаря бандформирования ДНР Игоря Гиркина не соответствует действительности, отмечают в пресс-центре АТО. Тем временем террористы проводят перегруппировку своих сил, боевики ведут ожесточенные контратаки сразу по нескольким направлениям. Наиболее сложная ситуация в районе Лавайска, Горловки, Донецка и Красного Луча. На Донбассе ежедневно возрастает число погибших мирных жителей. В Луганске из-за артобстрелов накануне, по предварительным данным, погибло до 20 человек. Об этом сообщила исполняющая обязанности Луганского госадминистрации Ирина Веригина. В МОСПе на Донецкой области минувшей ночью погиб один мирный житель. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщат пресс-службы Донецкого горсовета. В результате боевых действий на Донбассе ежедневно умирают в среднем 70 человек. Такие страшные цифры приводит Организация Объединенных Наций. По данным ООН, число жертв конфликта за последние несколько недель удвоилось и составляет 2086 человек. Общее число раненых с начала конфликта превышает 5000 человек. Эта информация включает данные о смерти украинских бойцов, мирных жителей и пророссийских террористов. ООН подчеркивает, что количество жертв среди мирного населения может быть занижено из-за нехватки информации. Предварительные итоги международного расследования катастрофы Боинга 777 малазийских авиалиний в Донецкой области обнародуют в сентябре. Об этом сообщили в Нидерландском совете по безопасности. В обобщенном отчете будет содержаться расшифровка данных черных ящиков, переговоры диспетчерской службы, показания радиолакционных станций и спутниковых снимков. На их основе будет подготовлен итоговый доклад. В нем должен содержаться ответ на вопрос, кто же сбил лайнер, на борту которого находилось 298 человек. Но в Бразилии в авиакатастрофе погиб кандидат в президента страны Эдуардо Кампош. Частный самолет политика упал возле города Сантос. Вместе с ним погибло еще 6 человек. Причина аварии неизвестна. Кампош выдвигался в президента от социалистической партии. Ему пророчили третье место по результатам голосования, которое должно состояться в октябре этого года. В связи с трагедией в Бразилии объявлен трехдневный траур. Глава российского правительства Дмитрий Медведев сегодня подал в отставку. Правда, ненадолго. Утром твиттер премьер-министра сообщил. Ухожу в отставку, стыдно за действия правительства, простите. Это сообщение вызвало широкий резонанс. СМИ вполне могло быть реальным. Однако микроблок политика начал выдавать одну сенсацию за другое. Так что стало понятно, его взломали хакеры. От имени Медведева они написали еще ряд подобных твитов. В настоящее время страницу в соцсети уже починили и почистили. И сегодня в храмах освящают воду и мед, знак благодарности Богу за новый урожай. Именно поэтому 14 августа в народе называют медовым спасом. Также сегодня начинается Успенский пост, который установлен перед великими праздниками преображения Господня и Успения Божией Матери. Пост продлится две недели до 28 августа. На этом у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами, скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова